Комплекс видеофиксации нарушений правил парковки, Паркон, действует в Иванове с апреля этого года и, как признают автоинспекторы, действует весьма эффективно. За это время к административной ответственности привлечены более 3,5 тысяч автовладельцев за парковку под запрещающими знаками, на пешеходных переходах и на тротуарах. Здесь, на улице 8 марта, нарушения регистрируются чаще всего. В список проблемных участков также входят улицы 10 августа, Батурина, проспект Ленина и Шереметьевский. Водители не спорят, правила дорожного движения никто не отменял, соблюдать их необходимо. Вот только прежде чем штрафовать, дайте парковочные места. Я как автовладельец могу сказать одно, автолюбителей стало в городе очень много, и поэтому город мало уделяет парковочных и стояночных мест для собственного транспорта. В связи с этим возникают проблемы с парковкой. Парковка у торговых центров, у рабочих мест, у офисов. И когда люди едут с видеофиксацией, присылают штраф, это не очень хорошо. В данный момент вопрос, а было ли место для парковки, не стоит. Работает принцип «нарушил правила – заплати штраф», а нарушителей правил стоянки выявлять стали массово. Видеофиксатор «Паркон» работает по принципу регистратора. Автомобильный комплекс двигается по указанным маршрутам и фотографирует автомобили, припаркованные не по правилам. Обработка данных полностью автоматизирована. Водители, нарушившие правила стоянки, получают уведомление о необходимости заплатить штраф. Его величина варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Лучше бы сделать место для парковки. Да, чтобы было всем, где парковаться. Да, конечно. Совершенно встать негде. Хоть и вначале, там, просто, а я пушку. Однако не все автовладельцы соглашаются с выписанным штрафом. Они обращаются в суд, пытаясь доказать, что «Паркон» вне закона. Главный довод – «Паркон» не включен в государственный реестр средств измерений, то есть он не является специальным техническим средством с измерительными функциями, а следовательно, показания этих приборов не могут использоваться автоинспекторами, и все штрафы незаконны. Наша съемочная группа обратилась к сотрудникам ведомства за разъяснениями. «Паркон» на сегодняшний день сертифицирован как видеофиксатор фиксации нарушений правил дорожного движения, работающего в автоматическом режиме. Сертификат существует, значит, он действующий на сегодняшний день. При использовании «Паркона» непосредственно подразделениями ГИБДД для фиксации нарушений правил парковки, мы используем только фотоматериалы, полученные с данного оборудования, без производства каких-либо измерений. Тем не менее, в суды продолжают поступать иски от автовладельцев с требованием признать штраф, вынесенный по показаниям «Паркона» недействительным. Одно из таких заседаний состоялось сегодня. Правда, истец на него не явился. «Теплухин в судебное заседание не явился. В деле имеются сведения о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела. Каких-либо ходатайств об отложении рассмотрения жалобы от него не поступило». Областной суд признал вынесенный автовладельцу штраф законным. Таким же образом заканчивались и все предыдущие судебные заседания по этому поводу. «Решение судей Ленинского районного суда города Иваново от 23 июля 2013 года, которым оставлено без изменения постановление инспектора Центра автоматизированной фиксации правонарушения ГИБДД МВД России, оставить без изменения, а жалобы депозима Дениса Викторовича без удовольствия». Апеллировать к незаконности «Паркона» как измерительного прибора практически бесполезно. В конце марта вышел пригаз, согласно которому комплекс «Паркон» был признан специальным техническим средством. При этом использование «Паркона» сотрудниками ГИБДД ничем не ограничено.